Как-то перебирая старые фотографии, я наткнулся на свою фотографию в трехлетнем возрасте. Я сижу на фоне серванта, а на нем стоит статуэтка гуси-лебеди, Иванушка на гуси. Эта статуэтка не сохранилась в семье, в отличие от других статуэток. И мне захотелось эту статуэтку восстановить. Так, 20 лет назад Игорь Панов открыл для себя новую страсть – коллекционирование фарфоровых статуэток. Старшее поколение наверняка помнит типичную картину быта советского человека – ковры на стене, чешский хрусталь на полках и, конечно же, фарфоровые статуэтки. В таком окружении Игорь Алексеевич рос в конце 50-х годов 20 века. Стремление восстановить утраченную вещь обернулось тем, что сегодня в коллекции Игоря Алексеевича более 70 фигур. Коллекционер заказал отсутствующую статуэтку в интернете и поразился многообразием представленных фарфоровых фигур. Сначала я собирал все подряд, потом сориентировался на сказочных персонажах, персонажах из литературы и на балеринах. Вот это, в общем-то, две темы, которые меня больше всего греют. Есть у коллекционера и самые любимые и дорогие сердцу статуэтки. Личные истории, в общем-то, у меня связаны со статуэтками, которые мне достались от мамы. Это балерина, маленькая балерина Маша. Она мне так нравится, что я и внучкам своим подарил такие статуэтки, и дочери. Дочь Игоря Алексеевича восприняла увлечение отца и тоже заразилась страстью коллекционированию. Ее больше притягивают народные мотивы – фигурки плесуней, барышень в русских народных костюмах и гармонистов. Так увлечение одного человека стало семейным хобби. Она, узнав, что я коллекционирую, подарила мне свою статуэтку «Цыганка». Городская библиотека имени Маяковского, в которой работает Игорь Алексеевич, пошла навстречу и организовала выставку из частной семейной коллекции. Каждый экспонат имеет описание. В основном представлены статуэтки второй половины XX века. В работах советских скульпторов нашли свое отражение как персонажей русских народных сказок, так и сцены крестьянской жизни. Кроме того, посетители могут увидеть фигурки настоящих исторических личностей. Например, знаменитую балерину Уланову в образе умирающего лебедя. Это произведения мастеров отечественного и современного фарфора. Среди них работы таких выдающихся скульпторов, как Кожан, Киселев, Азарова, Гендельман, Интизарьян, Богданова, Велихова. Работы этих мастеров хранятся в различных музеях нашей страны. Фарфоровая сказка гармонично соседствует с выставкой редких изданий Пушкина. Персонажи поэта словно ожили и сошли со страниц книг. Здесь можно увидеть рыбака с золотой рыбкой, а раритетное издание Евгения Онегина соседствует с фарфоровой статуэткой Татьяны Лариной. Сказки олицетворяют для нас искренность, детскую непосредственность и радость жизни. То же самое можно сказать о фарфоровых статуэтках. Эти изделия своего рода воплощения, веры в чудо. Выставка продлится до 30 августа. Посетить экспозицию могут все желающие, без возрастных ограничений. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.